Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Ребят, продолжаем, продолжаем то, с чего, как говорится, закончили вчера. Бедную собаку уже вовсю закрыли в вольере. Она сидит, сидит там, скучает, скулит, конечно же, ей хочется бегать. Собака еще совсем молодая, несколько месяцев, даже года еще нет. Зачем взяли? Ну, непонятно. Лешка говорит, вот, мы закрыли по той простой причине, потому что мы уехали, поэтому закрыли ее в вольере. Сейчас, мол, откроем, и все будет хорошо. Далее, друзья мои, он рассказывает о том, что постелили они одеяло в будке, но, говорит, но, но, друзья мои, не хочет там собака находиться. Не доходит до Лешки, что надо постелить солому, да уже все ему об этом написали, все пишут ему уже который день о том, что без соломы собаке будет холодно. На что Лешка говорит, ну и что? А там есть, говорит, полы, там есть доски, там есть одеяло, и то, что одеяло уже промерзло, Лешке тоже нет до этого никакого дела. Вы знаете, вот просто ужасно, когда есть два упрямых осла. Вот он про Светку говорит, что Светка упрямая, как осел, да? Он абсолютно такой же. Им просто хоть что, они все равно будут за свое. Говорит, вот, собака не хочет сидеть в вольере. Собака, смотрю, пришла на крыльцо. Ну, а так интересно, Лешка пытается снимать, друзья мои, причем это надо было видеть. Лешка пытается снимать изнутри, он снимает изнутри, из дома собаку, да? То есть он находится в доме и снимает собаку изнутри. Стекло, вот, и смотрит, понятное дело, в окно на собаку, которая сидит на крыльце. Смотрит стекло, ребята, ну настолько грязное, грязное, все вообще заляпанное, словно это стекло не мыли с момента покупки этого дома. И Лешка такое смешное спрашивает, а чего оно, говорит, такое грязное? Даже, говорит, ничего не снять, ничего не видно. Лешка, а чего ты спрашиваешь? Мне просто интересно, ты у кого интересуешься этим моментом? Почему грязные стекла в вашем доме? Кому должен быть задан непосредственно этот вопрос? Понятное дело, мамки, мамки, самой главной хозяйки, которая так любила раньше выкладывать ролики про мотивацию. Да, самые главные ленивицы этого дворца, Светки, конечно же, Светки, конфетки. В общем, как-то так. Ну да, Лешка заметил, что стекло грязное, по идее, казалось бы, да возьмите, да помойте. Вместе со Светкой на пару, все равно сидите дома, ни черта не делаете. Ну где там, сделала замечание, ждет, наверное, когда Виталина с Настей придут со школы и намоют все это дело. Мне, ребят, интересно, а до этого вообще Лешка не замечал полтора года, что стекло грязнющее и через него ничего не видно. Да, такое ощущение, что не живет, а витает в облаках. Далее, друзья мои, еще один тупень, по-другому я не назову. Сидит Светка и демонстрирует, знаете, как она говорит, вкусняшки, а в руках у нее обычные две упаковки, две пачки просто собачьего корма, чапи, самого, так скажем, сухого, самого дешевого, да, обычного корма. Она говорит, а вот это вкусняшки, это, говорит, поощрение для собаки, это вообще-то не еда. Да что ты, Свет, вот мне просто интересно, кому она рассказывает подобного рода глупости, что это не еда, а это поощрение и вкусняшки для собачки. Это не на каждый день, Светка, это обычная еда для собаки, это сухой корм. Да будет тебе известно, прежде чем нести подобную билиберду, прочти название на упаковке, ну, неужели настолько ты темная, что даже этого сделать не можешь, да, друзья мои? В общем, Светка говорит, вот, вы все говорили о том, что мы на собаку тратить ничего не будем, а мы уже тратим деньги, мы уже купили собаки, простите. Если вы взяли собаку, соответственно, вы как минимум обязаны ее кормить, вот, и вы ей купили еду для собак сухой корм, так что ж вы ей купили, да? Можно подумать, вы ей там бог знает, что для нее сделали. Далее демонстрирует нам ошейник, а также поводок. В общем, да. И говорит, да, да, говорит, а вот эти вкусняшки, это не просто так, это чтобы собаку дрессировать. Вы знаете, вот так и хотелось сказать, Светка, жалко, что тебя никто не выдрессировал нормально, чтобы ты умела, по крайней мере, делать то, что ты делать обязана. Готовить, стирать, убирать, ухаживать за собой, а также за своими детьми и за своим мужем. В итоге, друзья мои, да, что я хочу сказать, взяли собаку, непонятно для чего. Дети эту собаку боятся, дети хотели щенка, понятное дело. А здесь собака уже достаточно большая, она на всех кидается, бросается, и дети ее, конечно же, боятся. А собаке просто хочется бегать, гулять и играть. Друзья мои, далее очередной ролик. Этот ролик меня просто возмутил своим, так скажем, свинством. Ну, Лешка, да, Лешка, в принципе, неудивительно, его отношение ко всем окружающим. Чего хотеть? Чего хотеть его отношение к собаке, когда его отношение к его же родным и близким оставляет желать лучшего? Вспомните, дети болели, 39 температура у Насти, никто ни врача не вызывал, ничего. Потом что-то там какого-то деда непонятного в халате, без халата, вернее, даже вызвали. В общем, все как обычно. Ну, начался ролик с того, что Лешка сидит и жалуется на Светку, говорит, так и так запорола накануне все ролики. Да, бывает такое, ничего страшного. Бывает на самом деле, да, бывает. Ну, да. Далее. Далее рассказывает опять в очередной раз, что собака не хочет находиться в вольере. Ну, ребят, вы знаете, я видела вольер вот этот вот, да, кругом один сплошной снег. Так, значит, солому туда еще не набросали, соответственно, там все ледяное. Одеяло, конечно, взялось на морозе, что, понятное дело, холодом, морозом, да, превратилось, по сути, в сосульку. И стоят вот эти вот несколько мисок с едой, которые на морозе, что, конечно же, тоже замерзли. Это я сразу вспоминаю миску вот этого бима в есентуках, у которого в миске просто лежал снег. Да, да, видимо, они считали, как Лешка недавно сказал, у бима было все, у него была прекрасная жизнь, да. Больше никаких мисок не было, лежала одна миска, в которой лежал зимой снег. Замечательная жизнь. Далее, друзья мои. Лешка сказал, причина, по которой мы взяли собаку, оказывается, то, что он говорил до этого, что вот, я хочу детей приучить, да, чтобы они тоже за кем-то ухаживали, нет, все не так. Так, все гораздо проще, Лешка сказал, мы взяли для того, чтобы собака доедала за нами. Говорит, за нами есть что доедать, вот пусть собака и доедает. И здесь у меня вопрос. Давайте вспомним. Леша всегда говорил со Светкой о том, что есть вот эти вот фермеры, да, которые, значит, которым они отдают остатки, вот эти очистки какие-то, вот эти отходы, а фермеры угощают их уже там какой-то нормальной едой, ну и так далее. Так что, жаба заела отдавать фермерам, да, и получать, как говорится, от них нормальные продукты. Теперь они хотят отдавать вот эти непонятные очистки отходы собаки. То есть собака для них это какая-то непонятная свинья, которую потом, в общем, да, непонятно что. Далее, друзья мои, вы знаете, интересный момент. Пока Лешка все это рассказывает, я наблюдаю за Дариной и вижу следующую картину. Дарина уже как только себя там не скрутила, как обезьяна, то в одну сторону, то в другую сторону, то в третью сторону. Это она села поесть, ее усадили поесть, и она крутится всяко-разно, потом она засовывает голову где-то в паховую зону Лешки под столом. То есть не видно, что она там делает, понятно, что она просто балуется, но, опять же, ребят, как это выглядит со стороны? Ее головы не видно, голова засунута под столом где-то в районе его ног, да, так скажем, всего вот этого хозяйства. И ее задница просто кверху, и она вот дергается из стороны в сторону. Что она там делает, ребят? Мне абсолютно непонятно, мне просто интересно. Если эти полудурочные, а он признался в том, что он готов ради заработка на Ютубе абсолютно на все, он в этом ролике признался. Мы еще с вами на эту тему поговорим. Так вот, мне просто интересно, а что это такое вообще? И почему родители, которые монтируют подобного рода ролики, они удаляют вот эти вот моменты и выставляют их на всеобщее обозрение? Что это за скотское отношение, во-первых, к зрителю, да? То есть зритель должен ломать голову, что они там творят, а во-вторых, к собственным родным детям. Чтобы потом на них тыкали пальцами и говорили какие-то ужасные вещи, ребят, честно, я не понимаю. Кстати, кстати, вы знаете, я сегодня, вот у меня несколько дней не было возможности даже отвечать на комментарии. Я смотрела, нет, не несколько дней, я за, значит, да, за пару дней посмотрела сериал «Хрустальный». Вот первый сезон, 10 серий, вообще таким впечатлением это наш русский-российский сериал, очень интересный, ну, мне понравился. Я люблю такие сериалы, смотреть детективы, в общем, да, там про маньяков и так далее и тому подобное. Кому интересно, ребят, посмотрите. Так вот, что хочу сказать. Опять, опять рассказывает о том, что, значит, вот, говорит, у кого-то свиньи живут, у нас собака, у кого-то, мол, свиньи доедают, у нас будет доедать собака. Круто. Далее я стала рассказывать, что, вы знаете, это нормально оказывается, по мнению Лехи, когда собаку, собака меняет хозяев. Когда, говорит, ну, не понравилось хозяевам, да, они взяли ее кому-то, отдали. Не понравилось туда, отдали сюда. Ребят, вы знаете, я могу сказать только одно, что это моральные уроды, потому что, ну, вы знаете, мое отношение к животным, мое отношение не только к собакам и к кошкам, вообще к животным в любом случае, потому что у нас все животные подобраны. И вот я говорю, когда я брала свою собаку, у нее она уже сменила несколько семей, и это было очень тяжело приучить ее к себе, потому что собака никому не доверяла. Вот, и то, когда вот так вот люди, вот такие люди рассуждают в реальном смысле, да, что это абсолютно нормальная ситуация, брать собаку и не понравилось, отдал дальше и так далее, это просто моральные уроды, которые не любят никого, кроме себя, которые не понимают, что для собаки это огромный стресс. А когда ко мне привыкала собака, это было что-то с чем-то, да, ко мне, к моей семье, это был какой-то кошмар, потому что ее бросали до нас несколько раз. И когда мы уходили из дома, собака смотрела на нас безумными глазами, бежала к нам, скулила, кричала, плакала, орала, и она боялась, что мы уйдем и больше никогда не вернемся. И вот этот ужас, который мы пережили, чтобы, да, прошло какое-то время, чтобы она поняла, что мы ее безумно любим, ее сейчас уже нет с нами, но для меня она всегда в моем сердце, прошло уже больше года, как ее не стало в начале февраля, но я просто хочу сказать, что это моральные уроды. И по мне люди, которые, знаете, не в состоянии пустить в свое сердце животное, да, то есть которые способны сказать, что да ничего страшного, ну не подошла нам собака, ну какая разница, или кошка, 2-3 месяца отдали другому, это моральные уроды, понимаете, это уроды, у которых нет ни сердца, ни души, ничего. И чтобы он там не трындил про церковь, про собрание, фуфлыжник он, полнейший фуфлыжник, вот просто у меня других слов нет. Нет у него, ни у него, ни у нее, нет никаких чувств и эмоций по отношению к собственным детям, к животным, к людям, вообще к кому бы то ни было. Два вот этих вот товарища, товарища, да, любят исключительно только себя. И она любит себя, и он любит себя. Им никто не нужен, понятное дело, им насрать на эту собаку, на эту, и на Бима, и на Минку, которая у них была, да, на всех. Им на детей на собственных насрать. О чем здесь можно вообще говорить? Говорить здесь не о чем. Поэтому, конечно же, я была исключительно против, чтобы они взяли эту собаку, но я поняла, что они ее возьмут. Я сказала, что они ее возьмут, потому что я понимаю, что ради пиара он будет делать все, что угодно. Вот сейчас попадись ему какая-нибудь баба, да, сейчас бабы Светы нет, что-то у них там пошло не так, значит, они разжопились по полной программе. Попадись ему еще какая-нибудь баба, которая сыграет, согласится сыграть роль какой-то его очередной, значит, там, любовницы, и он на раз-два согласится, лишь бы поднялись просмотры, и лишь бы у него все наладилось, и пошли дальше, так скажем, заработки на ура. Потому что, да, сейчас на Ютубе заработки падают, в общем, все достаточно, так скажем, сложновато. В общем, как-то так, очень сложно на самом деле. Так вот, друзья мои, что хочу сказать. Далее, далее момент про Малаешку. Малаешка это Дарина, которая качается, как Никита, кстати, как маятник, обратите внимание. В общем, да, папка переживает, что она опять бедная, несчастная, ничего не ест. Вы знаете, я бы переживала на папкином месте за другой момент, за то, что у нее уже лицо в экран не помещается, и когда она, кстати, пойдет в первый класс, я думаю, она будет уже просто бомбой, самой настоящей бомбой. Это будет нечто, друзья мои, потому что они даже не понимают, что они уже ее раскормили, и желудок у нее уже превратился в самый настоящий мешок. В общем, да, сидят, болтают, дочь сидит, чавкает, давится, смотреть уже на нее невозможно. Бедная давится, уже есть не хочет, эти ее заставляют есть. Это просто какой-то кошмар. Этот полудурочный спрашивает у своей жены, точно такой же, да, а можно ли собаку кормить красной рыбой к лесу? О чем ты говоришь? Красную рыбу не ели даже твои дети, если только просроченную красную рыбу. У вас, вы собаку в первый день кормили водой, да, но это не суп, это не суп для меня. Суп, он вообще-то на мясе, на мясе, на курице. Мясо курицы, по сути, не имеет никакого значения, на мясе. А вы кормили ее водой, и в воду вы бросили замоченный хлеб, старый плесневелый, и туда же бросили булку. И то же самое сейчас вот этот вот замерзший хлеб валяется у нее в миске. А какой красной рыбе ты говоришь, да у тебя дети за эту рыбу раздерутся и морды друг другу перебьют. В общем, ребят, это такой дурдом. Это что-то с чем-то, это только начало, это только они взяли собаку. Вы знаете, я так смотрю, что не просто так он заговорил на эту тему по поводу того, что вот, что не подойдет собаку, типа отдадим. Как я уже и сказала, я уверена, что если они возьмут собаку, то только на месяц, на два, а потом скажут, все, не подошло, не справились, нет, не справились они никогда, не скажут. Они скажут, либо убежала, либо, ну вот да, да, вот решили отдать и так далее. То есть он уже сейчас, так скажем, дает намеки на то, что если не подойдет, то все, мы от нее со спокойной душой избавимся, друзья мои. Да, как-то так. Ну, дальше стал рассказывать о том, что за собакой надо убирать, кучу убирать. В общем, тоже Лешка собрался кучу убирать за собакой. Господи, вы за шушей говно не убираете, она вся в говне сидит, вы сами в говне сидите. Еще собрались якобы убирать за собакой. Ребят, действительно смешно. Вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо. Всех целую, всем пока.